Всем доброго времени суток. Сегодня мы с вами рассмотрим как можно в программе iClone сделать свои движения. На примере вот этого ролика, который вам наверно уже знаком, я вырезала из него кусочек и именно этот кусочек мы с вами сегодня будем делать в программе iClone. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Вот такой кусочек мы с вами сегодня сделаем. Итак, я перешла в программу iClone, добавляю аватар. Вот наш мальчик. Немножечко поворачиваю, приближаю, чтобы нам лучше было его видно. Для начала мне нужно добавить к этому аватару аудиофайл. Для этого я захожу вот сюда в анимацию, нажимаю вот эту кнопку, теперь вот эту и вот тот отрывочек, который мне нужен. Вот у нас проигрался. Нам немножко нужно поработать сначала над анимацией губ и лицевой анимацией, а потом приступать к остальным движениям. Как сделать лицевую анимацию и анимацию губ смотрите в предыдущих уроках и сейчас вы видите ссылочки на своем экране, а также есть ссылки в описании к этому видео. Я сейчас на этом останавливаться не буду, дабы не тратить наше время, а просто подставлю ту анимацию, которую я уже записала. Она находится в анимации, лицевая анимация. Вот у меня она вот эта. Я просто беру, перетаскиваю ее на нашего аватара и посмотрим, что теперь у нас есть. Видите, я немножечко подправила ему губы, немножко сделала анимацию лица. Нам пока этого достаточно и записала ее. Теперь я ее применила к нашему аватару. Чтобы наши движения совпадали с текстом песни, я хочу открыть соответствующие дорожки. Для этого я захожу во временную шкалу, открываю вот эту вот дорожку, опускаюсь ниже, вот здесь нажимаю и вот у нас здесь виден звуковой сигнал и анимация губ. Под вот эту звуковую анимацию мы и будем сейчас подбирать движения. Итак, я еще раз проигрываю, чтобы мне была видна именно дорожка. Вот где-то в этом месте у нас будет одно движение и где-то вот здесь другое. Значит, я перехожу в эту точку и начинаю заниматься движениями. Для этого захожу в анимацию и редактор движений. Вот у нас появилось окно редактора движений. И теперь при помощи вот этих вот опорных точек нам нужно изменить ему положение рук, ног, головы и так далее. Ну вот давайте начнем с вот этой точки. Вот я ее выделила. Можно повернуть немножко, чтобы нам лучше было видно. И начинаю при помощи инструмента вращения и перемещения вот так вот двигать. Эту точку теперь вот эту возьму, тоже поверну. Здесь ничего сложного нет. Вот смотрим, что нам нужно двигать по вот этим вот осям. И вот так вот делаем. Вот он у нас смотрит в одну сторону, да. Ладошку немножко опустим вот так вот. Голову немножко повернем. Можно покрутить, посмотреть. Вот видите, у нас рука перекрывает голову. Нам это не надо, нам нужно ее немножечко повернуть, чтобы этого не было. Вот мы вот так руку берем. Теперь можно ноги немножко подвинуть, корпус развернуть. Вот так немножко развернем его. Вот эту ногу подвинем. Это уже зависит от вашей фантазии. Что вы хотите, то вы делаете. Можно ладошку выпрямить. Вот этот палец немножечко сдвинуть. Вот так. Покрутим, посмотрим. Вот вроде бы хорошо получилось, да. Когда мы в этой точке сделали нужное нам движение, переходим в следующую точку. Берем, двигаем курсор дальше. Дальше. Эту руку мы опускаем. Вот так поворачиваем. Вот таким образом мы экспериментируем, смотрим, что у нас. Можно вот эту руку назад немножечко повернуть. Вот так. Плечо немножечко опустим. И приступаем ко второй руке. То же самое. Поворачиваем ее. Вот так. Вот так. Переходим на другой суставчик. И вот таким образом тоже руку вот эту пальцу выпрямим. Повернем немножечко большой палец. Поворачиваем корпус мальчика. Вот таким образом мы делаем ему движение. Здесь ничего сложного нету. Нужно просто внимательно смотреть, что, куда и когда поворачивать. Все достаточно легко. И все приходит с опытом. Вот таким образом это делается. Давайте посмотрим, что у нас получается. Вот если мы проиграли, получилось очень быстро. Нам нужно немножечко увеличить время. Вот ключевые кадры, которые мы только что меняли с вами. Для того, чтобы лучше видеть как фиксируется наше движение, мы можем открыть еще дорожку движений. Нажимаем на вот эту кнопку. Ищем здесь вот слой с движениями. Вот он у нас открылся. Давайте нашу дорожку немножечко подвинем вот так, чтобы лучше было видно. И вот наш слой движений. Вот те два ключевых кадра, которые мы с вами сделали. Здесь можно посмотреть прям по частям тела и изменить непосредственно их. Нам это пока не надо. Нам нужно эти ключевые кадры немножечко сместить. Я нажимаю вот полностью на движении, немножечко подвигаю этот ключевой кадр и немножко подвигаю вот этот. Теперь переходим в начало и слушаем. И смотрим, что у нас теперь получается. Вот примерно получилось. Эти два ключевых кадра у нас готовы. Дальше мы делаем точно так же. Мы слушаем музыку. Вот она у нас есть. Примерно по вот этой волне можно ориентироваться и делать дальше ключевые кадры и движения в этих ключевых кадрах. Единственное, что мне бы хотелось, чтобы вот в этой точке наш аватар немножечко задержался. А он сразу же, если я проиграю, вы увидите, что он сразу же опускает руку и поднимает следующую. Вот давайте я покажу. Для того, чтобы он немножечко задержался, нам нужно этот ключевой кадр скопировать в другой. Для этого я остановлюсь на слой с движениями, нажимаю правую кнопку мыши, выбираю копировать. Ну вот где-то здесь ставлю еще один ключевой кадр, нажимаю правую кнопку мыши и выбираю вставить. То же самое я хочу сделать с этим ключевым кадром. Я остановлюсь на него, нажимаю правую кнопку мыши, копировать и вот где-то здесь вставить. И давайте посмотрим, что теперь у нас получается. Вот видите, немножечко задержал он руку и как бы оно более естественно смотрится. Ну и таким же образом мы делаем всю остальную анимацию. Дальше у нас повторяются эти движения, поэтому нам нужно найти точку, где они повторяются. Ну вот давайте отсюда прослушаем еще раз. Вот где-то здесь у нас будет следующий ключевой кадр. Поднимаемся немножко вверх. Первый ключевой кадр, который мы делаем, выделяем, копируем его и вставляем в то место, где мы определили. По-моему, это вот здесь. Становимся сюда. Главное не запутаться, на какой дорожке мы стоим. Нажимаем правую кнопку мыши и вставляем сюда этот ключевой кадр. Давайте еще раз посмотрим. Вернее, прослушаем. Нет, я далеко поставила. Нам нужно этот ключевой кадр поставить вот здесь где-то. Сейчас еще немножко выше сделаем, чтобы нам видно было. Вот я выделяю этот ключевой кадр и двигаю вот сюда. Ну, пожалуй, это будет правильно. Еще раз прослушиваю. Да, похоже, что это именно та точка, которая нам нужна. Теперь мы следующий ключевой кадр копируем. Вставляем его за этим. В крайнем случае их можно будет потом подвинуть немножко, подкорректировать. И вот эти ключевые кадры я тоже копирую и вставляю примерно здесь. Еще раз копирую и вставляю. И посмотрим с самого начала, что у нас теперь получается. Вот примерно то, что нам нужно. Теперь прослушаем, что у нас дальше за слова идут. И в дождь, и в стужу, и в жару. Так, ну вот примерно здесь. Делаем еще один ключевой кадр. Следующие движения зависят от вашей фантазии. Я подумала, что будет хорошо, если под слова в дождь наши дети будут просто накрывать голову руками. Поэтому я делаю вот такие движения. Вот немножечко вот так поворачиваю. Вот так. одну руку, вторую руку. если у вас поначалу будет не очень хорошо получаться, вы не огорчайтесь. Это все нормальные явления. Это нужно поработать, попробовать, когда какое движение нужно делать. ну вот, к примеру, так, да? Можно еще повернуть, посмотреть, все ли у нас хорошо. Вот эту руку можно немножечко тоже повернуть. То она далековато у нас зашла. Ну вот так. Корпус можно немножко подвинуть. можно немножечко, чтобы присел наш ребенок. Вот так. Это следующий кадр. И в дождь, и в стужу. Для того, чтобы сделать движение в стужу, мы как бы скрестим руки на груди у него. Переходим в следующий ключевой кадр. Вот так вот поворачиваем. И вот так вот. Чуть ниже. Следующую руку тоже поворачиваем. Вот так. Тут ничего сложного нет. Я думаю, вам уже понятно, что тут нужно пользоваться инструментами перемещения и вращения. Вот у нас как бы получилось в стужу. Тоже, чтобы он не стоял у нас на месте. Немножечко повернем здесь. Немножечко повернем здесь. И еще у нас остался кадр в жару. я перехожу в следующий ключевой кадр. Выпрямляю ему руки. Вот так. Одну, вторую. вот таким образом делаются у нас движения для нашего аватара. Возможно, это немножко дольше, чем подставить готовые движения, но если вы делаете свою какую-то анимацию, то не всегда те движения, которые есть, вам могут подойти. И не всегда вот я немножечко сейчас поверну. А если вы делаете под конкретную аудиозапись движения, то тем более вам желательно их делать самостоятельно. Я уже убедилась на собственном опыте, что готовые движения не всегда корректны. Все равно тоже нужно исправлять. Это бывает достаточно сложно. В общем, решать тут вам то ли делать самим свои движения, то ли все-таки пользоваться готовыми стандартными. Давайте теперь посмотрим, что у нас получилось. вот то же самое я сделала три кадра для того, чтобы немножечко они остановились я этот кадр копирую добавляю вот сюда новый этот кадр наверно вот сюда немножко подвинем и этот сдвинем и точно так же их копируем и вставляем вот сюда, чтобы его движения немножечко задержались. Смотрим еще раз. вот первая часть наших движений почти готова. Слушаем дальше. А вот здесь нам придется топать. То есть здесь будут в основном движения для ног. Ну вот давайте их и сделаем. Я выбираю вот эту точку поднимаю одну ногу перехожу в следующий ключевой кадр опускаю эту ногу немножечко двигаю корпус чтобы он как бы переместил вес на эту ногу делаю еще один ключевой кадр и поднимаю следующую дальше следующий ключевой кадр опускаем и немножечко двигаем корпус посредине ну и давайте посмотрим как у нас это получилось в принципе получилось неплохо сейчас мы скопируем вот этот ключевой кадр давайте посмотрим медленно что у нас получается здесь вот я подняли мы одну ногу подняли вторую и поставили мы пришли в то же положение значит теперь мы можем опять таки скопировать эти кадры и этого будет достаточно я беру вот этот ключевой кадр копирую переношу переношу вот сюда и точно так же все остальные скопировали и вставили и посмотрим что у нас получается вот где-то с этой точки давайте еще раз медленно посмотрим от вот этого ключевого кадра вот я зажимаю левую кнопку мыши и тяну и вот мы видим он постепенно постепенно поднимает ногу а нам нужно чтобы он стоял и до какого-то вот этого момента ее не поднимал поэтому мы становимся где-то вот в этой точке предыдущий кадр копируем следующий я нажимаю правую кнопку мыши копирую и вот здесь вот где-то ставлю этот ключевой кадр смотрим еще раз вот он стоит а теперь начинает топать сюда мы тоже должны поставить такой же ключевой кадр вот я его копирую и теперь можно посмотреть что у нас получается все получилось неплохо единственное что нам нужно немножечко подвинуть наши ключевые кадры если посмотреть вот так вот визуально то их наверное нужно немножечко подвинуть здесь вот так и вот здесь чтобы они равномерно у нас стояли и прослушаем еще раз вот этот кадр немножко запаздывает вот мы его сюда подвинем этот сюда и этот вот сюда и смотрим еще раз можно вот тут немножечко подвинуть ну в общем основной принцип я думаю вам понятен тут уже можно поиграться можно более точно выставить давайте еще раз просмотрим все эти движения желательно конечно сделать более тщательно но я сейчас не буду на этом останавливаться давайте посмотрим как оно у нас выглядит ну предположим что мы немножечко подвинули еще кадры сделали более чисто нашу анимацию после того как она у нас готова мы можем немножечко подвинуть нашу шкалу времени мы можем записать эту анимацию и использовать для других аватаров как это сделать во первых обязательно нужно чтобы вы стояли на вот этом слое анимации здесь заходим в анимацию можно добавить папку для таких анимаций можно просто записать вот сюда нажимаем вот этот вот плюс вот анимация записалась и у вас есть возможность ее переименовать я могу просто цифры сейчас подставить вот к примеру и нажимаю клавишу enter вот моя анимация записалась вот это окно мы можем закрыть это нам уже не надо давайте теперь добавим сюда еще одного аватара и применим к нему эту анимацию вот у нас у нас была лицевая анимация вот она я перетаскиваю его на нашего аватара и обычная анимация где она у нас вот я ее тоже перетаскиваю на нашего аватара и давайте теперь посмотрим что у нас получается вот получилась точно такая же анимация как и у первого аватара итак в сегодняшнем уроке мы с вами научились делать собственную анимацию и применять ее к другим аватарам на этом наш урок окончен всего вам доброго до новых встреч